Вооруженные силы США показали новый танк М1А2С Эбрамс с улучшенной активной и пассивной бронёй, призванной защитить боевую машину от передового вооружения потенциальных врагов. Все мы знаем, кого они имели в виду. Первые снимки новой боевой машины появились в конце прошлой недели. На них изображен танк на полигоне Юма в штате Аризона. Наиболее очевидной новой чертой М1А2С Эбрамс, которую можно разглядеть на фото, стала система активной защиты Трофи. Кроме того, он покрыт дополнительным слоем брони в передней части башни. Система Трофи использует радар, чтобы обнаружить приближение вражеских снарядов и ракет, а затем стреляет по ним небольшими снарядами для перехвата. Вооруженные силы США собираются также поставить новую систему на старые танки Эбрамс М1. М1А2С – последняя модель американского основного танка, которая поступит в серийное производство. Конгресс выделил 1,5 миллиарда долларов на покупку 135 Эбрамс М1 у компании General Dynamics в 2019 году. Таким образом, программа разработки танка, начатая еще в 1970-х годах, была продолжена. Первые М1 заступили на службу в сухопутных войсках США в 1980 году. Оригинальная модель танка была вооружена 105-мм пушкой. Американские военные приобрели 3,3 тысяч таких машин. В 1984 году Эбрамс М1 получил более толстую броню. 900 таких обновленных танков получили название М1АП. Но сейчас американские вооруженные силы больше не используют те первые модели. Танки Эбрамс получили крупное обновление в 1986 году, когда на них установили 120-мм пушки. Эта модель получила название М1А1. Сухопутные войска и морской десант США купили 5,2 тысяч таких танков до 1992 года. Сейчас тысячи представителей этой модели несут активную службу в сухопутных войсках и в морском десанте, а также в Национальной гвардии. Еще три тысячи законсервированы. После выхода М1А1 появился ряд его модификаций, которые включали многочисленные улучшения в ходовой части, броне и электронике. Последним таким обновлением стал танк М1А1С. Он получил новый мощный двигатель, цифровые электронные системы и тайную броню, которая содержала тонкий слой урана. Сухопутные войска США планируют отказаться от этих боевых машин до 2025 года. В 1992 году появился танк М1А2. Это была совершенно новая машина с лучшей броней, чем у базового М1А1. Кроме того, у него было новое планирование внутренних помещений и свежие сенсоры, которые позволили командиру и наводчику одновременно искать цели. Американские вооруженные силы купили полторы тысячи М1А2, которые впоследствии были улучшены до пакета улучшения системы 2. М1А2 СЭПФ. Два, которые в компании General Dynamics называют цифровым танком, оборудованный передовыми компьютерами, пулеметом дистанционного управления на башне и десятками батарей питания, которые позволяют использовать сенсоры танка без запуска двигателей. Новый М1А2С по сути лучше защищенная версия М1А2 СЭПФ. Два, которую также легче обновить. В дополнение к броне и системе Трофи новый танк получил усиленные электронные возможности, лучшие системы диагностики и канал данных, совместимые с программируемыми типами вооружения, которые еще на стадии разработки. Эбрамс М1А2С способен разместить на борту любую готовую технологию, которую вооруженные силы считают пригодной для использования, заявили в сухопутных войсках США. То, что новая модель М1 – лучший танк в мире. По крайней мере, пока что. Россия и Китай разработали новые боевые машины. Но российский Т-14 «Армата» столкнулся с серьезными проблемами развития. А Китай взял на вооружение сотни новых Type 99А, которые очень схожи с цифровыми М1 среднего поколения. Однако Пекин никак не может адаптировать свою устаревшую доктрину под новое вооружение. В начале 2019 года китайская 81-я армия, вооруженная Type 99А, проиграла на военных учениях в Монголии. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поддержите канал подпиской. Для меня это очень важно. А в дальнейшем вас ждет много интересного. Встретимся в следующем видео.